Краевые и дальневосточные соревнования по спортивной аэробике прошли в Артёме. Двухдневные состязания начались со встречи приморских юношей и девушек. На ковре встретились спортсмены из Владивостока, Большого Камня, Фокина и даже из Читы. Всего более 180 человек. Борьба за медали шла в стандартных номинациях. Индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа. Во второй день соревнований прошли чемпионаты первенства ДФО, которые стали более важным испытанием для гимнастов. По итогам выступлений была сформирована команда Дальнего Востока. Путевку в сборную получили представители клуба «Спорт-класс» из Владивостока, коллектив из Большого Камня, а также спортсмены из Читы. Все эти команды заняли первую тройку мест в общекомандном зачете. Байкальская буерная неделя прошла в городе Иркутске. В серии соревнований по этому зимнему виду спорта приняли участие спортсмены из 12 стран мира. Честь России защищали и буеристы яхт-клуба «Семь футов» из Владивостока. Всех участников ждали три ивента – первенство России в классе «Ледовый оптимист», Кубок России в классе ДН, а также Кубок Байкала. Всеведущие яхт-смены сегодня отмечают, что ветреные условия на знаменитом озере являются едва ли не сложнейшими во всем мире. Поэтому гонки оказались для многих непредсказуемыми. По итогам долгих соревнований наши спортсмены заняли призовые места только в «Ледовом оптимисте», где молодежь Владивостока в очередной раз показала свое мастерство. Третье место занял Никита Истратов, а победу в этой дисциплине завоевала Полина Артюх, которая, к слову, относительно недавно привезла в наш город золото чемпионата мира. Международный турнир по ММА состоится во Владивостоке. В течение вечера в «Фити Сафарини» зрители увидят несколько зрелищных поединков, в которых сразятся как известные иностранные бойцы, так и спортсмены из Приморья. Само мероприятие пройдет под крылом промоутерской компании «Файт Найт Глобал». Кульминацией турнира станет титульный поединок в легком весе между пока непобежденным приморцем Магомед Сайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым. В еще одном не менее значимом поединке вечера состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао. Напомню, южноамериканец стал единственным противником, сумевшим нанести волжанину поражение. Эти и другие схватки зрители смогут увидеть уже 21 апреля. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.